Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной сегодня работает оператор Александр Худяков. И начнем с телезрительского кадра дня. Ларисе Бородулиной удалось нас удивить. То, что в августе появляются первые ягоды рябины, в общем-то понятно. Да, еще не красные, но уже появляются. А вот то, что она цветет, это да, это действительно кадр и еще какой. Тему незаизолированных теплотрасс в микрорайоне Кислотная дача дежурный по городу поднимал неоднократно. Не проходит зимы, чтобы мы на трубах снежочек не плавили. Конкретно вот эти вот абсолютно голые трубы мы обнаружили на улице Молдавской, но уверяем вас, это не единственное здесь место. И на Черняховского, и на Можайской, и в Талецком переулке, где только нету голых теплотрасс. Сейчас, ладно, лето. Но когда придет зима, кто будет платить за все теплопотери? Правильно, конечные потребители, жители микрорайона. Вот что обидно. Так что пока время до холодов еще есть, стоит вспомнить старую добрую поговорку про то, что сани готовят летом, а телегу зимой. В данном случае трубы изолировать. Самое время. А вот это опасное и крайне неприятное место мы обнаружили буквально в 10-15 шагах от пересечения улицы Ольховской, на которой мы сейчас стоим, с улицей Ленгасова. В чем опасность и неприятность? А вот приглядитесь, вон березонька, под углом 45 градусов. Ее держат только ветки соседних деревьев. Ну, а ствол обломился. Масса изрядная. И когда эта изрядная масса бахнется на пешеходку и проезжую часть, не знает никто. Но то, что может упасть, это, что называется, к гадалке не ходи. Оно, конечно, если раньше приедут специально обученные парни с бензопилами и опасность устранят, хорошо. А если не успеют? Страшно предположить, что может здесь случиться. Уже давненько в микрорайоне Вторая Вышка были ликвидированы металлические гаражи. Мы ни в коем случае не оспариваем законности и правильности этого решения. Давайте поговорим о последствиях. Мусор и, что самое неприятное, глубокие ямы. Вот что после этой ликвидации осталось. Конкретно этот пятачок, рядышком с домом номер 9 по улице Гашкова, но он здесь на вышке такой, не единственный. Здесь много людей, в том числе ребятишки. Лето на дворе каникулы. И малышня гоняет без особого присмотра. Далеко ли до беды, ежели возьмет ребенок и в яму свалится. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. Автор самого интересного сообщения получит продуктовый набор с товарами из серии прямых поставок от сети магазинов «Семья». Семья каждый день заботится о своих покупателях и их семьях, предлагая свежий и разнообразный выбор продуктов. На этом Игорь Гиндис и Александр Худяков заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете, группу ВКонтакте. Завтра увидимся. А на сегодня это все. Спасибо, удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok